Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента, как дополнительная помощь, подсказка вам в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря отчет по ВВП США, который ни в коем случае не нужно недооценивать, потому что для нас этот релиз может стать лакмусовой бумажкой того, что американская экономика уже оказалась в рецессии. Вчера возлагались очень большие надежды на то, что Федрезерв который должен был бы своей риторикой жесткой и повышением процентной ставки помочь доллару сможет выполнить эту миссию, но мы прекрасно понимаем по текущим котировкам, что ФРС не оказал должной поддержки доллару. Я предлагаю сегодня все-таки дать американцу еще один шанс в свете предстоящего релиза по ВВП. Никто не отменял интерес к доллару как защитному активу, когда становится очевидно, что экономические условия значительно в мире ухудшаются. Если мы сможем после сегодняшнего релиза по ВВП говорить о технической рецессии уже в США, фактически полноценной рецессии, я думаю, что интерес к доллару и желание трейдеров все-таки сделать ставку на него может оказать ту самую поддержку для котировок курса, которую мы ожидали накануне. Ну, давайте разбираться, друзья. Индекс доллара, текущие котировки 106.18. Честно говоря, сколько было разговоров о том, что ФРС, именно текущее заседание, которое уже состоялось вчера, должно стать крайне значимым для определения перспектив доллара и событием, которое должно привести к значительному всплеску волатильности. Но по факту мы не получили каких-то мощных движений. Я бы даже сказал, что движения были крайне незначительными для такого рода события. Пара евро-доллар, весь диапазон хода меньше фигуры, то есть меньше 100 пунктов, по индуксу доллара 1 пункт, коррекции по другим финансовым активам, в принципе, то же самое. И это, конечно же, немного расстроило, особенно тех, кто рассчитывал на какие-то мощные движения. И, безусловно, это расстроило тех, кто ставил на укрепление курса американского доллара. Но я, друзья, снова повторяю, разочаровываться ни в коем случае не нужно, так же, как и унывать, потому что та фундаментальная ставка, которая ранее была сделана на доллар, она как раз основана была на том, что ФРС повышал ставки, будет делать это и дальше, до конца этого года. Соответственно, ФРС, возможно, станет лидером по именно доведению процентной ставки до предельных значений, то есть ставка в США будет гораздо выше, чем ставка в других развитых странах. Доллар сохранит за собой статус защитного актива. И, опять же, из-за потенциально грядущего энергетического кризиса, который уже наступил, я, пожалуй, поправлю себя, но он может значительно усилиться осенью и зимой, когда инфляция во всех странах мира выйдет на новые максимумы. И в таких условиях, конечно же, единственной тихой гаванью снова окажется американская валюта. ФРС на текущем этапе, как и ожидалось, приняло решение повысить ставку на 75 базисных пунктов с 1,75% до 2,5%, отметив на пресс-конференции, что риски инфляции остаются значительными и, соответственно, в зависимости от последующих поступающих макроэкономических данных, политика американского регулятора будет оставаться адаптивной, будет реагировать на статистику. И, опять же, если инфляция выйдет на новый максимум, американский регулятор продолжит активнее повышать процентную ставку. На данный момент ФРС подтвердил, что, по сути, дорожная карта дальнейших изменений и корректировки ключевой процентной ставки остается прежней. Теперь мы ждем с вами сентябрьское заседание, там ее повысят на 50 базисных пунктов. Потом будут заседания в ноябре, где потенциальное решение также на 50 базисных пунктов. И под конец года тоже аналогичный шаг, аналогичный ход. Поэтому с текущих уровней, с 2,5% ставка может легко вырасти еще на 1,25% к концу года и достигнуть нейтрального уровня практически в 4%. Ну, согласитесь, друзья, ничего не изменилось, в принципе, с тех суждений, которые мы строили о перспективах доллара, и с последних торговых сессий, когда мы готовились к заседанию американского регулятора. ФРС дал нам то, что было нужно для долгосрочной поддержки американской валюты и подсветил, что по-прежнему этот актив остается крайне интересным и привлекательным. Хочу обратить внимание, многие из вас, я в комментариях вижу, что считают риск рецессии или, скажем так, рецессия, в которой оказалась американская экономика, может повлиять на темпы повышения процентной ставки. Это с одной стороны верно, но с другой стороны и не совсем верно, потому что основной причиной вот этой рецессии, в которой оказалась американская экономика, причиной стало не повышение процентной ставки, а инфляция. Поэтому некоторое время назад американский регулятор дал понять, что плевать хотел на краткосрочные показатели экономического роста, потому что первоочередная задача сейчас это бороться с инфляцией. Друзья, это значит то, что американский регулятор, даже несмотря на то, что американская экономика оказалась в рецессии, не замедлит темпы повышения процентной ставки и тем более не откажется от идеи дальнейшего ужесточения монетарной политики. ФРС должен решить проблему с инфляцией, потому что она источник всех бед. И если опять же говорить об инфляции, я в начале своего выступления дал вам понять, друзья, что на этот показатель очень сильно влияет ситуация на рынке углеводородов, энергоносителей, потому что рост цен на энергоносители приводит к повышению цен на топливо и увеличивает тарифы на электроэнергию, то есть разгоняет инфляцию. Соответственно, в ближайшие месяцы мы ждем, что индекс потребительских цен в США со текущих 9,1% вполне может достичь 9,5% и вплотную приблизиться к 10%. И ФРС это прекрасно понимает, прекрасно знает. Соответственно, его действия будут соответствовать тому, что происходит с индексом потребительских цен, и эти действия будут предполагать дальнейшее повышение процентной ставки и укрепление позиций американского доллара. Морган Стэнли, Wells Fargo по-прежнему рекомендуют держать длинные позиции по индексу доллара. Сегодня, опять же, я рассчитываю на то, что отчет ПВП, который укажет на техническую рецессию американской экономики, заставит участников рынка усомниться в перспективах рисковых инструментов, потому что рецессия американской экономики – это ковровая дорога для рецессии всей мировой экономики. И в таких условиях я предпочитаю все-таки больше доверять американской валюте, нежели чем сомневаться в перспективах ее роста. Еще одним индикатором того, что американская экономика в рецессии, является инверсия кривой доходности, которая достигла максимума за последние 20 лет краткосрочных и долгосрочных облигаций. Это индикатор того, что экономические условия ухудшились до невозможности. И, значит, друзья, еще одна причина, почему доллар должен остаться на коне. Европейская валюта 1,02, ставка Европейского центрального банка и ставка ФРС. Контраст по-прежнему очевидный. ЕЦБ ставка 0,5, ФРС уже 2,5, то есть в 5 раз выше. Аналитический кризис, о котором я вчера рассказывал детально подробно, после действия «Газпрома» по приосновке работы еще одной турбины. Готовимся к еще более худшим временам для экономики еврозоны и к тесту притетного значения вновь. Золото 1736 долларов за тройскую унцию. Пока что еще не отказываюсь от короткой позиции, поскольку, опять же, сегодня возлагаю очень большие надежды на то, что инициатива перейдет к покупателям доллара после отчета по ВВП, и, соответственно, это может оказать давление на котировки золота. И еще одна пара, за которой мы следим, доллар и иена, 135-40 сейчас котировки. Такая же логика, как и в ситуации с европейской валютой против доллара. Здесь не забывайте про еще более ощутимый контраст монетарных политик, и, соответственно, интерес к тому, что иена будет проигрывать американскому доллару. Рынок нефти 102,58 понемногу растем, друзья. Не накаркать, конечно же, не сбить вот эту восходящую динамику, но фон, располагающий к росту. Последний отчет по запасам нефти подтвердил, что снизились как запасы нефти и бензина. И это, конечно же, выступило потенциальным фактором локальной поддержки. Ждем еще больше признаков дефицита предложения и ориентируемся на последующий тест Brenton 110 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!